Всем привет, ребята, с вами Андрей Сква, и я вас приветствую на 12 серии по обзору модов в игре Майнкрафт. Ну что же, в данной серии я буду вам предоставить мод, который называется Epic Knights Armor and Weapons. Что же, этот мод добавляет к нам броню средневековые доспехи и также само средневековые плюс оружие. Ну что же, давайте по порядку будем с каждым разбираться. Здесь у нас 7 видов брони. Начнем с первого, называется Армет, рыцарский доспех. В общем, рыцарская броня, вот и все. Вот так выглядит, очень прикольно, очень интересно, так ее использовали рыцари в средневековье. И следующий у нас идет Штехельм. Он же является, можно сказать, головным убором для турнированного доспеха. Ну, турнир доспех использовал рыцарями в их поединках, когда они сражались друг с другом. Следующий доспех называется Салат, но он же готический вообще доспех. Это германский, насколько я помню, доспех второй половины какой-то там 15 века. И все остальное. В общем, это германский, можно сказать, германский доспех. Вот и все. Очень мне, во-первых, очень нравится, как автор сделал эти острые углы на, можно сказать, на шлемах. Ну да, шлемах, да, шлем. Шлемы. Очень круто, очень интересно. Он сделал вот эти углы, прям очень круто. Показал прям реально от шлема. Это за счет, это прям вау, это круто. Следующий идет Максимилиановский доспех, который использован, это германский доспех тоже, 1-3-16 века. И назван он в честь императора Максимилианова I. Ну и также это некий намек, насколько нам объяснили в Википедии, намек на максимальную защиту, потому что Максимилиан максимум, ну типа максимум защиты. Вот и все. Тоже очень круто. В принципе, они чем-то похожи на себя друг с другом. То есть текстурки особо ничем не отличаются, но в принципе они и в жизни, и чем друг от друга, прям так, чтобы было бы заметно, не отличалось. Лишь углами своих шлемов, вот и все. Следующий доспех у нас идет, это, если не ошибаюсь, хауберг, ну и кольчужные. Кольчужная, можно сказать, броня. Вот отдельно по хауберку. Хауберг это вид доспеха, то есть шлем это у нас. Он появился в конце 10 века у норманов, как плотно прилегающий к телу шлем. Можно даже тут и пишется и как доспех. Но у нас тут он появляется как вот именно доспех и шлем с кольчужными добавлениями, чулочками, сапожками и кольчужным капюшончиком. Вот так выглядит. Очень прикольно, очень круто. Знаете, чем-то напоминает ниндзя. Если бы ему еще дать катану, было бы очень круто. И получается у нас уже какое-то... Три, шесть. Это вот у нас уже шестой. Ничего себе, шестой же вид брони очень быстро даже дошли к нему. Называется шапель. Укрепленные хауберки, укрепленные кольчужные чулки и укрепленные сапоги. Можно сказать, что это улучшенная версия данного хауберка, то есть изначального хауберка. Хотя вот смотрите, тут укрепленный хауберк, тут обычный, но при этом, когда надето, плюс 8 броня, плюс 8. То есть ничем отличается. Тут же самое, наверное, шесть. Шесть, да. Укрепленные два, один. Нет, вот сапожки уже немножечко отличаются. Это круто. Значит, ноги будут в защите получше. Капюшончик. Ну, тут также все эмметично. И, кстати, что я заметил. Лишь единственный доспех, который здесь есть, и у него есть, знаете, такой плохой эффект. Это вот штейхельн, турнирный доспех и так далее. То есть добавляет медленную скорость передвижения. То есть он просто накладывает на нас, можно сказать, слабость. Ну, точнее, медлительность. Медлительность, по-моему, второй стадии, когда я, вроде бы, тестил. Ну, и наш седьмой, последний вид брони. Это борьбют и неполный доспех. Хочу вам даже кое-что продемонстрировать. Я, кстати, думал тоже над этим. Шлем я не взял. Ну, в принципе, чем надо, да. Я изначально как-то думал, что этот неполный доспех, он будет, знаете, он как и нагрудник, и как по ноже. Было бы очень круто. Но на самом-то деле он лишь, вот, закрывает, лишь, можно сказать, надельную часть и руки, да. Но ноги нет. Ну, и, понятное дело, вот наш бербют. Бербют, да. Вот и все. Вот и все, в принципе, какие тут есть виды брони, которые нам добавляются, которые очень интересны. Лично мне нравится вот этот очень интересный, красивый. Ну, и, в принципе, красивый вот этот рыцарский доспех. Очень круто. Ну, а теперь давайте перейдем, наверное, к самому интересному тут. И чего тут больше всего? О, это к оружию. Потому что оружие тут прям три сундука, и все, все заполнены. Все полностью заполнены. Вот прям круто. Ну, что ж, поехали. Стилеты. Обычные. Также, кто мог заметить, я немножечко добавляю истории, потому что я решил в Википедии покопаться, чтобы было бы немножечко интереснее. Все-таки мы про оружие, которое было раньше, и это интересно, это прикольно, ведь эта история интересна. В принципе, стилет. Стилет. Это у нас вообще, как бы, златинцевая палочка для письма, или же острый стержень. И правда, вообще, кто играл в Shadow Fight 2, они могут знать, стилеты прикольные. По-моему, это, вроде бы, самое начальное оружие во второй главе, по-моему, я не помню. Давно не играл в Shadow Fight, но я хорошо помню, что первый раз, когда я увидел и познакомился с данным видом оружия, это даже не вид, это просто оружие, да? Это был Shadow Fight 2. Советую поиграть. Ну, в общем, это куличе холодное оружие, прообраз кинжала или морского кортика итальянского происхождения. Вот и все. Следующий меч, это у нас просто алмазный коротенький меч, просто короткий меч, особо тут даже и говорить нечем. Просто коротенький меч, вот и все. То есть, он не большой, не маленький, но какой-то короткий. Хотя можно назвать даже его и маленький. Так, Кашкадер. Очень интересно. Если что, то это не то, о чем вы думаете. То есть, это вовсе не то, можно как это правильно даже сказать, чем убивают котов. Не знаю даже, как это правильно назвать. Нет, это, в общем, нет. То есть, вообще, насколько я понял, этот меч называется Казбальгер. Казбальгер, да. Казбальгер, он же Ланскнета, просто. И, не знаю, меч просто для ближнего боя, вот и все. И, типа, почему-то возникла такая, знаете, может быть, гипотеза. Точнее, нет. Это прям факт, что он получил свое название от того, что при изготовлении его ножен использовалось шкуры рыжих котов. Но по факту даже, пусть многие говорят, что это реальный факт, но многие говорят, что это лишь всего-то такое, знаете, мнение. Очень странное мнение, потому что есть, ну, очень много расхожих мнений, почему именно Кашкадер является одним из названий данного меча. Некоторые утверждают, что рыжий котов, некоторые, что убивали котов данным приспособлением. В общем-то, очень много. Но утверждается, что у таких ножен из качачьего меха якобы не было наконечника, чтобы можно было фехтовать, не обнажая меча. И такое объяснение названия все же маловероятно. Изобретательные источники ясно подверждают, что Казбальгер носили в обычных ножнах. Скорее всего, то есть, данный нож, кзади его даже ножиком иногда называют, и мечом происходит старинное выражение, обозначавшее потасовку. То есть, драться как, в принципе, как кошки, это с немецкого, то есть, перевод в виде Казбальгера, это драться как кошки. И по этой же причине Казбальгера называют также потасовщиком, да? В общем, прикольно, прям реально. У меча четыре названия. Казбальгер, Кашкадер, потасовщик и как-то мечо Ланскснета. Вообще, очень прикольный меч, интересный. Но, в принципе, и сделан он сам по себе прикольный. Прикольный, интересный, сделанный неплохо текстура, мне нравится, интересно, круто. И давайте перейдем уже к таким оружиям, как Пика. Ну, и к остальным вот этим длинным таким оружием. Пика, ну, Пика как Пика, просто обычное колющее оружие. Тут даже ничего вам особо я не находил, потому что, в принципе, и так особо понятно. Просто разновидность, можно сказать, как длинного копья, вот и все. Так что, ну, единственное, что я могу добавить от себя, просто, насколько я знаю, даже без Википедии, это то, что данное оружие, оно в основном использовалось, знаете, когда на вас бежали кавалеристы, то просто вытаскивали данные пики вперед, и все, кони падали и убивали воинов и коней всех вместе, в общем-то. Это было некое, знаете, противодействие коням. Ну, прикольно, это единственное, что я могу вам сказать от себя. Рунка, следующее, кстати, давайте я вам буду показывать их всех. Так что, рунка, рунка, так, times of day. Рунка, прикольно, кстати. Подождите, это у нас Пика, это Пика. Это Пика было прикольно, если бы можно его покидать еще, знаете, было бы очень круто. Так, ну, это у нас вот рунка, а вот у нас альшпис, очень прикольно, очень круто. В общем-то, рунка, это тоже разновидность древкового ключевого оружия, представляющего собой фактически копье с двумя дополнительными боковыми наконечниками. Знаете, если взять, наверное, и чуть-чуть укоротить данную рунку, это по личному моему соображению, то немножечко убрать пауки, немножечко убрать его, ну, можно сказать, копья немножечко, то получится, знаете, как сай, кто смотрел черепашки-ниндзя, то найт у Рафаэля, у которого красного бандана, у него оружие называется сай, если я правильно помню, да, сай, по-моему. Вот можно было так, знаете, было бы круто сделать. Так, дальше у нас идет альшпис, альшпис. Это заводное европейское холодное оружие, короткое копье с дискообразным окоренчителем. Оно использовалось в Германии и Австрии, и вот и все. Вот так вот, альшпис. Кстати, многие могут подумать, что это, знаете, в принципе, чем-то похуже. Так, давайте, пика, где у нас тут пики? У нас пики вот тут, тут у нас рунка, тут у нас альшпис. Многие, наверное, подумают, в принципе, как и я изначально, что это вообще, как, знаете, как рыцарское копье. На самом деле рыцарское копье, вот он, вот оно, кавалерийское копье, да. Кто смотрел различные фильмы о Средневековье, кто видел, как два рыцаря садятся на коней и начинают бежать друг в друга. Их ограничивают, вот этот заборчик, можно мелкий, и они должны столкнуть друг друга с помощью данного кавалерийского копья. Ну, вы видели, думаю, и это оружие прикольненькое. Просто применявшись рыцарями в Средневековье, вот и все. Это, в принципе, единственное, можно сказать, описание данного оружия. Следующий у нас идет полуторный меч. Ну, тут особо даже я рассказываю, не просто немножечко укороченный меч от его стандартной длины. Вот и все. Эсток. Эсток это двуручный кончар. Кстати, реально, было бы круто. И вот, например, если бы мы имеем двуручный какой-то меч, да, и автор бы реально вот добавил какую-то, знаете, крутую анимацию того, как мы берем этот меч прямо в две руки, а не в одну. Вот это было бы реально очень круто и интересно. И, кстати, вот если бы были бы изменены еще, кстати, немножечко, знаете, анимации их ударов. Просто это как меч выглядит. То есть это не выглядит, знаете, как некое копье просто разновидность, да. Было бы прикольно, если бы он тыкал впрямо. Вот это было бы прикольно, интересненько. В общем-то, эсток это просто предназначен для укола в ослабленные места рыцарских ват, где тело прикрыто только кольчугой. И из-за чего ее, в принципе, в Германии прозвали протокателем брони. Вот и все. Такой интересный, прикольненький меч у нас. Вот полуторный эсток от Клеймор. Клеймор, кстати, очень интересно. Давайте не золотой возьмем Клеймор, а я вам сейчас кое-что покажу. Интересно-ка. Возможно, вы сможете понять, что это за меч. Даже вот так давайте смотреть. Смотрите, допустим, на камень или на деревянный. Клеймор это тоже двуручный меч. Используется в Шотландии. И это вообще, ну, как его называют, большой меч. Происходит, точнее, от Гельска, типа, большого меча. И лично для меня данная анимация данного меча и вообще текстурки его напомнили. Меч, который есть в Ведьмаке третьем у Геральта. Это один из его мечей, по-моему, в начале игры. Серебряный меч и вот этот обычный. По-моему, даже вот этот меч, он и был как раз серебрян. То есть, с данной, можно сказать, разновидностью Клеймор. Ну, он назывался, понятное дело, в Ведьмаке не Клеймор, насколько я помню. А просто как-то, просто серебряный меч в начале. То есть, были вот такие два, даже как это назвать, два лезвия, которые вправо-влево. Ну, даже это же не лезвие, это просто, можно сказать, затупченный металл, вот и все. Следующие мечи это Цвайхандер и Фламберг. Это также двуручные, двуручные мечи. То есть, интересные, красивые двуручные мечи. В принципе, они тоже встречаются в различных играх. Например, кто играл в Скайрим, Скайрим, The Elder Scrolls 5, Скайрим. Там тоже присутствуют такие мечи, но они там двуручные. Да, тоже есть такие разновидности мечей. То есть, это меч Ланскнетов на двойном жаловании, имевший специфическую двойную гарду. Которая, малая гарда, называющаяся Кабанями-Клыками. Отделял незаточную часть клинка от заточенной. То есть, вот мы держим меч, идет следующее, за что можно его держаться. Там можно держаться второй рукой и тем самым замахиваться на противника. Дальше. Меч, это у нас Фламберг. Он тоже самый, в принципе, это некая разновидность тоже Свайхандера. Но при этом у него идет лезвие. Если тут идет у нас лезвие прямо в Свайхандере, то Фламберген, она у нас немножечко волнистая. Прикольно сделана, очень интересно. Ну, давайте перейдем к следующим. Следующим, следующим. Так, клей, может сюда. Брям, Ведьмак, реально, Скайрим. Много игр, потому что они, во-первых, использовались тоже. И вот у нас. Теперь давайте перейдем к вот таким вот. Вот. Лахаберский топор. Лахаберский топор это просто разновидность топоров, которые есть в Шотландии. Вот и все. То есть, особо ничего. Также используется в некоторых моментах для стражей. Просто так, для показухи. Вот и все. Следующий, это у нас вогнутая алебарда. Это тоже древковое холодное оружие с комбинированным наконечником. И на конце которого у нас есть острие, а сбоку у нас просто топорик. Топорик с острым обухом. Вот и все. Следующий у нас идет мудряная анимация. Был прикольный символ. Допустим, алебарда, это у нас уже есть булова. Но это просто обычное ударное дробящее холодное оружие. С самого начала, самого каменного века. Тяжелый боевой молот. Обычное древковое дробящее оружие тоже. И оно, в принципе, аналогично... Вот это я показываю, да? А нет, я молот показываю, извиняюсь. Вот тяжелый молот. Он просто аналогичен булаве в среднем вековье. Вот и все. Люцернский молот, это у нас разновидность боевого молота, возникшей в Швейцарии. Очень круто. И вообще его причина возникновения была таковой, что военные действия швейцарской пехоты против немецкой и французской кавалерии, где всадник и лошадь несли достаточно качественную броню, выявили малоэффективность традиционных алибард во время боя кавалерии с пехоты. И поэтому было, знаете, решение такое, чтобы создать какое-то, можно сказать, оружие, которое бы смогло поражать кавалеристов. Такое маленькое, интересное. И это стал люцерский молот. То есть, чтобы это было более, знаете, качественные пробивающие характеристики. Вот и все. Чтобы было у нас, можно сказать, такая мини-пика на конце. И, в принципе, и топорик, чтобы можно было отражать атаки кавалерии в строю. Вот и все. То есть, без, допустим, пик и так далее. Ну и последнее оружие в этом моде это Моргенштерн. Да, Моргенштерн наш. Любимый Моргенштерн. Это холодное оружие ударно-трабящего действия. И просто обычный шар с шипами. Вот и все. То есть, можно сказать, что использовался просто в качестве навершия була, там, палец или кисней. Вставляли, у вас уже есть вот круг с шипами. Или, допустим, просто квадрат с шипами. В общем, как кто делал. В принципе, я хотел еще немножечко протестировать некоторое оружие на некоторых жителях. Но, не знаю. Можно протестировать. Можно было бы интересно. Вообще, лохаверский топор 5,5 урона. Давайте возьмем, наверное, такие самые сильные разновидности данных оружия. Чтобы это было немножко... Кстати, вот, забыл уточнить, что у каждого из этих разновидностей оружия есть, получается, стандартные виды. То есть, 6 стандартных видов для Майнкрафта. Это от деревянных ресурсов до Назаритова. И также есть 3 своих. Это... Ну, как свои? Медь у нас же появилась. Теперь у нас есть медь вообще в игре. Медный Моргенштерн. Стальной Моргенштерн. И вот, допустим, серебряный. Серебряный он добавляет на плюс 2 урона против нежити. Это вообще ко всему. Это раз. Ну, и давайте проверим. Давайте проверим. Против нежити, можно сказать. Против крестьянина. Вообще, что будет. В принципе, урон у них самый большой, насколько я понимаю. А может и нет. Давайте проверим. Нет, самый большой вообще у Назаритова. Назаритовой брони. Ой, да не брони, а оружие. Так что давайте, наверное, возьмем именно Назаритовую. И проверим. Тут у нас сколько урона? 9,5. Умрет или нет житель? Наверное, с 2 ударов. Так. Не бегай, пожалуйста. Все, с 3 ударов умер. Окей, если мы берем вогнутую Алибарду, то получается, если не ошибаюсь, вогнутая Алибарда, она имеет самый большой урон. Ух ты, а как ты так вылез, интересно? Ты че? Как ты так вылез? Ну, в принципе, тут особо тестировать, я думаю, нечего. Все понятно, оружие. Так, осталось лишь вам еще показать рецепты крафтов, чтобы вы знали. Кого... Хотя... Давайте, давай я покажу. Ну, сначала давайте я вам покажу еще вот этот. Так, плюс еще Тайнс. Есть еще некоторые... Ой, Дельфинчик, привет. Есть еще некоторые 9 вещей, которые я вам хочу показать, которые также добавляют данный молот. Во-первых, он добавляет кузнечный молот. Но кузнечный молот, в чем прикол, его скрафтить-то никак нельзя. Вот в чем интересный факт. Его вообще никак нельзя скрафтить. Ну, в общем-то, просто обычный вот кузнечный молот, пожалуйста. Было бы круто, если бы автор добавил бы такую штучку, что нужно, можно сказать, специальная кузница для создания данных видов брони и оружия. И сам кузнечный молот, то есть мы будем как бы выковывать оружие, броню. Вот это реально очень круто. Следующий это шест. Ну, шест как шест. Только шест же это же у нас вроде бы боевое, как бы некое оружие. Ну, вообще-то, вот как крафтится шест. Шест крафтится из двух рукоятей. И рукоять же, в свою очередь, крафтится из палки и полоски кожи. А полоска кожи добывается, в свою очередь, из двух обычных кож. Дальше. У нас имеется сталь, кусочек стали, стальная пластинка, стальное колечко и стальная кольчуга. В общем-то, стальной слиток, он добывается, когда мы переплавляем железный слиток в плавильной печи. Ну, кусочек стали, понятное дело, из просто стальной слиток вы будете 9 кусочков стали. Чтобы создать стальную пластину, вам нужно два стальных слитка. Стальная пластина же, в свою очередь, используют для создания штехельма, турнирных саботонов, рыцарских саботонов, армета, барбюта, готического доспеха, в общем, готических, неполного, турнирных рыцарских доспехов, турниры по ножу, в принципе. Короче, стальные пластины используют в рыцарских доспехах, готических доспехах и в некоторых видах шлемов, а именно салат, барбюта. И армета. И, по-моему, еще первая у нас есть, да, штехельм. Также, что еще? Стальное колечко. Стальное колечко, кратится, из 4 кусочков стали, а само стальное колечко у нас используют для создания стальной кольчуги. А стальная кольчуга используют для создания кольчужной брони. И также плюс хауберга и укрепленного, можно сказать, вида хауберга и укрепленной кольчужной брони. Вот и все. И теперь самое интересное, наверное, это создание, ну, самой броники. Я вам уже показал. Тут нужны стальные пластины везде. Тут надо вот так вот. Вот чайк. Для создания сапога вам нужны 2 полоски кожи и кожа. Тут вот так. В принципе. Давайте оружие. Потому что это все я, в принципе, немножко показал. Давайте вот оружие. Вот, кузнечный молот никак не крафтится. Стилет крафтится с помощью любого вида доски и, понятное дело, рукояти. Так крафтится каждый. Дальше переходим насчет серебряного стилета. Серебряный стилет, он сам по себе никак не крафтится. Так само, как и все остальные виды оружия, которые имеют сталь. Ну, точнее, серебро в себе. Насколько я понимаю, его можно будет как-то, может быть, найти, может быть, в каких-то сундуках. Возможно, так. Автор об этом ничего не говорил. Дальше. Деревянный короткий меч, он крафтится с помощью любых двух типов досок и рукояти. Кашкадер крафтится. Он крафтится вообще как стандартный обычный меч, именно по расположению крафта. Булыжник и рукоять. Окей. Дальше. Пика. Пика, пика. Вот. Пика вот так крафтится. Доски. Палка обычно. И шест. Рунка у нас крафтится с помощью. Уже это очень, кстати, интересно. Если вы хотите, допустим, скрафтить алмазную рунку, то вам нужен алмазный короткий меч. И плюс, понятное дело, шесть. Дальше. Если вы хотите скрафтить альшпис, вам нужно, допустим, ну, например, вы захотели алмазную рунку. Не, подождите. Допустим, вот, алмазная альшпис, вам нужно четыре алмаза и шест. Окей. Дальше. У нас идет кавалерийское копье. Допустим, пусть будет незеритовое копье, да. Кстати, вот незеритовое. Ну, незеритовое можно сделать так. Так, алмазное кавалерийское копье плюс незеритовый слиток, и мы получаем незеритовое кавалерийское копье. Если что, то так крафтится все оружие, где, ну, если вы хотите незеритовое оружие, то вам нужно для этого, во-первых, стол кузнеца. И самое главное, что еще, это алмазный, можно сказать, подвид этого оружия. Вот и все. И вы просто кладете незеритовое слиток, и вы получаете именно незеритовое данное оружие. Дальше у нас идет полуторный меч, который крафтится с помощью алмазного и одного короткого меча. Дальше эсток, да, это полуторный, крафтится железный слиток и железный короткий меч. Понятное дело, если вы хотите, алмазный эсток, алмаз и алмазный короткий меч. Дальше эсток, да, это эсток у нас. Следующее, это у нас клеймор. Ну, допустим, железный клеймор. Короткий меч железный и железный слиток Окей, далее Zweihander, он крафтится Вот алмазный, три алмаза Один короткий меч и рукоять Кстати, короткий меч, я так понял, он используется Уже около четырех крафтах Разных оружий, прям интересно Уникальный, уникальный такой Фламберг, нет, подождите Вот, допустим, золотой фламберг Как крафтится золотой фламберг Ух ты, а что у нас золотой фламберг Не крафтится никак, получается Да, у нас фламберг не крафтится Прикольно, интересно, почему фламберг Значит, фламберг, может быть, тоже, возможно Можно как-то добыть с помощью Сундучков, может быть, каких-то и все Чтобы скрафтить вахаберинский топор Нужно три, допустим, вида каких-то Либо досок, их шесть, понятное дело Чтобы вы понимали, я вам просто показываю рандомные Подвиды каждого из оружия Я вам, например, сейчас показал деревянный вахаберинский топор А когда я вам, допустим Покажу вот железный То, понятное дело, что нужно уже железные слитки Вогнутая алебарда Или алебарда Мне нравится алебарда Не знаю, не нравится Доски, палка, шесть Окей Дальше Допустим, алмазный тяжелоблова Три алмаза Палка, шесть Тяжелобоевый молот Четыре железные слитка Палка и шесть Дальше Люцернский молот Допустим, пусть будет алмазный Три алмаза Палка и шесть Маргинштейн деревянный Тут, допустим, вот Каменный Три булыжника Палка, шесть И последний А, ну это последний Да, все Маргинштейн Это у нас был вообще последний Самый последний Все, что было Окей В принципе, это все, что Находится в данном моде Было бы прикольно Если вы, знаете Можно было бы Добавить еще В данный мод Было бы реально очень круто Некую модификацию На рыцарские бои Раз уж нам добавляется Рыцарская броня Турнирная И плюс Турнирное копье Да Кавалерийское Нет, оно По-моему Кавалерийское Или турнирное Как-то Где-то тут есть Короче Турнирное Кавалерийское Копье Можно бы реально Устраивать турниры Допустим, с тем же Самым NPC Или же, допустим Со своим Другом Было бы очень реально круто И интересно Ну что же, ребята А на этом все В принципе Всем спасибо за просмотр С вами Модельская 2, ребята Ссылочка на данный мод Будет оставлена в комментариях И ждите новую серию Подзор модов Или же Проражение карт Всем пока Продолжение следует...